Рина, как вы относитесь к тому, что многие остаются на этапе виртуального знакомства? Что я имею в виду? Этап шедуха давно перешел на этап, когда кандидату посылается фотография, он по фотографии что-то там определяет, или он ищет информацию о нем в интернете, и по каким-то двум-трем данным этот человек уже определяет, что кандидат ему подходит или не подходит. На самом деле у многих просто это даже не доходит до встречи. Примеров тому великое множество. Вплоть до того, что люди могут месяцами сидеть в сети, им присылают предложения, они на эти предложения как-то реагируют, до встречи это не доходит. То есть в реале эти люди не встречаются. Что можно с этим делать и как назвать эту эпидемию? Отношение к интернету на самом-то деле это диверсиально, так же как любые другие вещи в этом мире. То есть что мы можем думать по поводу атома? Атом может быть разрушителем, он может быть созидателем. Простые вещи такие как нож и вилка, они могут быть народом убийства, они могут быть необходимыми предметами в нашей утвари. То есть то, что касается интернета, это может быть самая важная вещь для коммуникации. Люди могут знакомиться с огромным количеством людей, они выходят на контакт с семью, с кем раньше возможности такого не было. На самом-то деле интернет позволяет увеличить рынок шедуха, мест он становится маленьким, поэтому человек из Америки может свободно познакомиться с девушкой из Израиля, создать семью. Проблема заключается в том, что вхождение в виртуальный мир, он изменяет восприятие. Когда я сижу за экраном компьютера, я в своих глазах лучше, умнее, красивее, у меня есть чувство юмора, я аттрактивна. В виртуальном мире я могу скрыть свои комплексы, свои недостатки. И то же самое касается моего собеседника. И в какой-то момент у меня возникает абсолютная зависимость от этой, то, о чем мы говорили раньше, от этой иллюзии гламурности, когда я такая красивая и он такой красивый. Меня вполне устраивает это общение ни о чем, причем самое странное, что в этом общении ни о чем возникают серьезные чувства, потом серьезные страдания, настоящие депрессии. Я могу привести пример, допустим, когда человек зависит от сайтов определенного содержания, и он увлекается, скажем так, самоудовлетворением, мастурбацией. В какой-то момент отношения с реальными женщинами пристают его интересовать. То же самое происходит в виртуальном мире. Когда у меня постоянно есть контакт с неким виртуальным персонажем, который я могу в любой момент прекратить, и могу в любой момент выйти из отношений, и могу говорить все, что угодно, я могу добавлять от себя все, что угодно. То есть если у меня некий параллельный мне образ, который разговаривает, шутит, думает, при этом никакого отношения ко мне он не имеет, выйти потом на реальную встречу и общаться с реальным человеком, мне не хватает сил. Не хватает, у меня нет интереса к этому, потому что общение с реальным человеком требует энерговложения. Общение с реальным человеком, оно требует неких душевных сил для того, чтобы оно шло правильно. Причем интересная штука получается, что когда то, о чем ты говоришь, люди отказываются выходить на встречу по фотографии, потому что не нравится фотография, не нравится эти данные, которые человек представляет в фейсбуке, они даже, люди не дают шанса, они не могут себе представить, что человек, который внешне великолепно смотрится в инстаграме, может быть абсолютно пустым, неинтересным в реальной жизни. И в обратную сторону, человек, который внешне ничем не отличается, он неказист, он не аттрактивен. При этом при личной встрече ты можешь почувствовать его тепло, его ум, его доброе сердце. То есть мы можем говорить о том, что люди, которые не выходят на реальные встречи, они теряют, потому что в виртуальном мире все остается в виртуальном мире, реальных отношений не возникает. И эта привычка находиться постоянно в мире фантазии, она убивает в нас умение интерактировать с реальными живыми людьми.